Пока на кону будущее Европы, Лондон похож на побитую собаку, которая ищет благосклонности у вашингтонского хозяина, пишет Саймон Тисдалл, обозреватель британской газеты The Guardian. За натянутым дружелюбием прошедшего саммита G7 скрывается внутренний страх. Президент США Джо Байден хочет создать демократический альянс, чтобы остановить авторитарную волну, возглавляемую Китаем и Россией, расколовшую мир на две части, в результате чего Европа, преданная Британии и перебежчиком-премьер-министром Борисом Джонсоном, осталась наедине с собой. Несмотря на аплодисменты и возгласы, Америка вернулась после ксенофобского гипернационализма Дональда Трампа, похоже, что европейские лидеры далеки от иллюзий. Они справедливо опасаются, что ЕС может быть втянут во вторую безграничную холодную войну, и что Байден, которому в 2024 году исполнится 82 года, может быть свергнут ястребом Трампом или его клоном. Джонсон и Байден подписали обновленную Атлантическую хартию, это послание Европе, ставшее результатом многочисленных угрызений совести. Как побитый бульдог, жаждущий благосклонности, Великобритания будет послушным и нуждающимся домашним животным США, Джонсон, не Уинстон Черчилль. Но как Черчилль, в 1941 году он отчаянно нуждается в поддержке Вашингтона. Байден стремится сохранить Трансатлантический альянс, союз с ЕС и Великобританией. Но антиевропейская траектория правительства Джонсона, наблюдаемая в последней ссоре Лондона с Брюсселем из-за Северной Ирландии, угрожает этому. Лондон в итоге будет вынужден пойти на компромисс, так как Джонсон не решится поставить под угрозу отношения с США. Однако антагонизм между Великобританией и ЕС, вероятно, будет углубляться. Байдену в будущем придется снова натягивать поводок. Опасения Европы по поводу стратегической изоляции, по мере того, как формируется новый раскол, биполярный мировой порядок, вполне обоснованы. К востоку от ЕС находятся Китай, Россия и их режимы единомышленники в Индии, Турции, Иране и Саудовской Аравии, автократические, агрессивные и пренебрежительные по отношению к определенным западам международным нормам. К западу от ЕС находится США, поврежденная держава, разделившаяся внутри себя на две части, на политическую стабильность, последовательность и надежность которой больше нельзя полагаться. Усилия Байдена по восстановлению нормальных международных отношений гарантированы европейской поддержкой до тех пор, пока он делится, как это продемонстрируют саммиты ЕС-США и НАТО по воссоединению. Но если Трамп или его последователи вернут себе власть, разрыв США с ЕС и его либеральными, многосторонними принципами может стать неизбежным. Это, в свою очередь, может разрушить ЕС, если популисты-подражатели в Польше или Венгрии окончательно порвут с Брюсселем. Со своей стороны, Джонсон был бы счастлив увидеть возвращение Трампа и раскол ЕС. Опасения по поводу будущего Европы во враждебном мире отражены в новом всеобъемлющем обзоре государств ЕС, проведенном Европейским Советом по международным отношениям. Он показывает огромную неуверенность европейцев в способности США вернуться в качестве лидера Запада. Большинство европейцев считают, что политическая система США сломана. Это разочарование не полностью связано с Трампом. Европейцы думают, что они не могут полагаться на США, Россию или Китай и должны двигаться к большей самообеспеченности. ЕС больше никому не доверяет и хочет разработать собственные ответы на глобальные угрозы. Европейцы предпочитают прагматическое партнерство постоянному союзу. Многие хотят, чтобы ЕС был маяком демократии и прав человека, и великой державой, способной защитить себя. И такие амбиции, учитывая повестку 21 века, климатический кризис, пандемия, восстановление экономики, миграция, цифровизация, киберугрозы и правый популизм, теоретически следует приветствовать, подытоживает автор.